Всем привет! С вами, как всегда, я, Артема Становления позитивного настроения. И сегодня мы находимся в Выборге. В Выборге сегодня проходит триатлон. Это значит испытание трех видов. Поспать в 14 часов, поесть в 19 килограмм и, конечно же, посмотреть телек еще три часа. Вы в тебя поверили? Нет, я шучу. На самом деле триатлон – это единоборство среди трех видов основных спорта. Это плавание, это велогонка и, конечно же, бег. Многие из вас будут спрашивать – Астрофемус, а ты смог бы так же? Проплыть, пробежать и проехать на велосипеде? Ребят, ну, конечно же, нет. Для того, чтобы проплыть и вообще совершить данный маршрут, нужно готовиться. И готовиться не один год. Потому что дыхалка, нагрузка на сердце, нагрузка на ноги, нагрузка на сосуды, короче, нагрузка на печень. Потому что после этого надо же отмечать, правильно? Вот, и, как бы, нет. Честно, я бы не смог. Хотя, возможно, и хотел бы. Но кататься по брусчатке на тонких, рамейных велосипедах, которые, знаете, такие узкие-узкие, мне кажется, это нереально сложно и нереально больно. Ну, а мы сейчас посмотрим, как они тут бегут и соревнуются. Субтитры подогнал «Симон» Чтобы не подпустить к себе таких соперников и дать своим помощникам по эстапете путей вперед в отлив в наибольшее время. Потолкаться пришлось на разворотную бурятку, но было довольно вольготно. Было вольготно. Ну, это благодаря вашей высокой скорости. Мы поздравляем. Вы сегодня заложили первый кирпичик, можно так образно выражать, победы вашей команды. На втором этапе у нас выступал после велосипедного сегмента. Что запомнилось больше всего? Говорят, что все-таки есть пересеченая местность на левом этапе. Какие моменты оказались самыми трудными? Ну, вообще, что ощущали после окончания самого длительного, между прочим, этапа этого педагогона? Честно говоря, самая тяжелая была эта город. Там повороты, дорога была тяжелая. А так все, я пытался навести самый больший отрыв, чтобы наш тригун мог спокойно финишировать, и мы точно выиграли. И мы так и сделали, мы работали командой, мы выиграли. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фиксит в облаке. Несмотря на то, что обещали, что будет переменная облачность, солнечно, это мега круто. Это прямо мега-мега-мега круто. И я сейчас схожу по набережной, по старинной, по городу-герою. Ведь недавно было 22-е число. Я бы хотел сказать огромное спасибо всем нашим оставшимся ветеранам. Может, ветеранов осталось не так уж и много. Вот. И я им безумно сильно благодарен. Всем ветеранам. Субтитры сделал DimaTorzok Димурский рынок. Здесь можно купить свежего мяса, овощей, продуктов питания различных, я не знаю. Ну, все, что необходимо для плотоядного человека. На этом рынке, в принципе, можно найти практически все свежие, вкусные овощи. Рядом с ним паладочный городок. Он существует здесь с четверга по воскресенье. Там можно приобрести изделие рукотворческого произведения искусства. Да и не только. Историческое и рядом сразу же современное. Кстати говоря, сейчас мы видим здесь Виктория, международный деловой центр. Ну и гостиница. Там есть много всего. Даже Сбербанк. И оно по соседству рядом сразу же с зданием из кирпича. Старинной кладку. Мы видим архитектуру, которая явно создана была не в данном веке. Мне кажется, что... Ну, как бы... Грубо говорить, не в данном веке. Потому что век-то у нас новый. Даже не в двух последних веках, может быть. Может быть, нет. Ну, я не знаю. Можете написать мне об этом в комментариях. И я не обижусь. Честно. Просто удалю вас в черный список. О! Вы слышите? Это волынка. Возможно, мы там будем. Посмотрим, кто же там так классно играет. Вот это вот ведьмины весы. Так проверяются дети на наличие ведьминской силы. А мы сейчас отправляемся прямо вглубь исторического города Выборга. Самое примечательное, что в историческом центре Выборга нет асфальта. Есть брусчатка. Как бы она делится на новую и на старую. Вот такой классный массаж для машины получает каждый из участников движения здесь. И вновь мы видим триатлонцев, которые, преизмогая боль, усталость и другие свои какие-то внутренние подзывы к остановке, продолжают бежать, продолжают сокращать дистанцию для финиша. Тут встречаются и профессионалы, и просто любители. Это очень классно. Видите, какие классные маленькие улочки, вдущие в горку. Ну а мы выбрали самый идеальный маршрут, потому что мы уже были на таком превоскоре. И сейчас наша дорога будет просто вглубь идти, и нам не нужно будет подниматься резко в горку, опускаться. Просто будем получать максимальное количество удовольствия. Всего хорошего! С вами был я, Астрофемус. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии прямо под видео. До новых встреч!